Здравствуйте, ребята, здравствуйте! Мы продолжаем с вами изучать анализаторы человека. И сегодня поговорим про чувствительность тела. А еще в этом видео вас ждет розыгрыш книги, поэтому досмотрите его до конца. Меня зовут Маргарита Журавкова. Поехали! Итак, сегодня мы говорим с вами про чувствительность тела, но прежде чем поговорить про это, давайте вспомним такую классификацию ощущений, которую мы с вами упоминали в самом первом видео про анализаторы, но нам нужно ее вспомнить, освежить в голове. Итак, смотрите, ощущения у нас подразделяются на экстракцепцию. Это те ощущения, которые поступают к нам как бы извне, да, экстра, где-то там вот извне. Сюда относятся наши обычные пять чувств. Это зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Еще относится отдельно болевая рецепция, но она не только к экстракцепции относится, поэтому здесь мы ее прям отдельно не будем выделять. Она у нас внутри осязания, но мы ее подразумеваем. Второе – это интеракцепция. Это наши внутренние ощущения, которые поступают к нам от внутренних органов. Ну, обычно эти ощущения, если не что-то критическое, мы особо их не чувствуем, в смысле не осознаем. Но мозг все регистрирует. И третий тип ощущений – это как раз проприоцепция, про которую мы будем говорить сегодня. Сюда относятся суставно-мышечное чувство и чувство равновесия. Ну, про равновесие мы с вами уже говорили в видео про вестибулярный аппарат, про вестибулярный анализатор. Пересмотрите его, если забыли. Или если еще не смотрели. Она будет где-то здесь. Здесь проприоцепция. Что это такое? Если с экстракцепцией и интеракцепцией более-менее понятно, одно извне, другое внутри. А что такое проприоцепция? На самом деле, про этот тип чувствительности узнали в последнюю очередь, потому что даже не догадывались, что такое существует. Проприо означает «свой собственный». И это напрямую переводится как «ощущение собственного тела». Но чувство собственного тела можно на самом деле трактовать более широко, чувствительность тела. Тогда к нему будет относиться мышечная сенсорная система, как раз в узком смысле чувство собственного тела. А также будет относиться внутренняя чувствительность, то, что мы относим к интеракцепции, то есть от наших внутренних органов. Кожная сенсорная система, осязание. И болевая сенсорная система тоже будет относиться к чувствительности тела в широком смысле. То есть, просто чтобы вы не путались, когда встречаете это словосочетание «чувствительность тела», его можно использовать широко, тогда будут сюда входить целых 4 сенсорных системы, а можно использовать более узко, и тогда мы будем говорить с вами про мышечную сенсорную систему, или суставно-мышечную систему, или про проприоцепцию. Мы с вами сегодня говорим в узком смысле именно только про первый пункт. Но когда мы говорим про первый пункт, нам нужно все-таки думать о том, что представление собственного тела у нас формируется не только за счет чувства от мышц, связок и суставов, но здесь еще будет участвовать обязательно зрительная сенсорная система, вестибулярная сенсорная система, ну и вот плюс к третьему пункту, вот этих вот сигналов от мышц, связок и суставов. Мы понимаем, почему это важно, когда сталкиваемся с потерей одной из этих систем. Такое случается, и в некоторых очень редких случаях, например, проприоцепция пропадает полностью. То есть человеческий мозг перестает получать сигналы от чувствительных нейронов, которые располагаются в мышцах, суставах и связках. И человек просто не ощущает свое тело. У нас нет в языке таких терминов, которые способны описать это ощущение. К счастью, есть гениальные популяризаторы науки, которые освещают эту тему. Например, Оливер Сакс, знаменитый невролог, который написал книгу «Человек, который принял жену за шляпу». Я в этой книге собрал случаи своих пациентов, и не только своих. Самые удивительные случаи, и про один из этих случаев мы с вами сегодня поговорим. Я вам расскажу, с чего все началось, а в конце видео я расскажу, как выиграть книгу и чем все закончилось в этом случае. В одной из новелл, которая называется «Бестелесная Кристи», героиня лишилась полностью проприоцепции в результате несчастного случая, произошедшего в больнице. Как это произошло и как ей удалось все-таки вернуться почти к нормальному образу жизни, я вам расскажу дальше. А сейчас давайте разберемся, как работает мышечная чувствительность. Мышечная чувствительность – это анализатор или сенсорная система. Почему мы говорим именно не о разрозненных мышечных рецепторах, а именно о целой системе? На это нам дает право тот факт, что мышечная чувствительность или мышечная сенсорная система обладает тремя отделами, как и полагается любой чувствительной системе. Это периферический отдел, проводниковый и центральный отдел. Периферический отдел, как всегда, представлен рецепторами. Проводниковый отдел представлен нервами, причем это все спинномозговые нервы и некоторые черепно-мозговые нервы. И центральный отдел находится в боковой части центральной борозды, то есть это передняя часть семенной доли коры больших полушарий мозга. Ну, мы с вами, как обычно, пойдем, начиная с периферического отдела к центральному, и сосредоточимся на рецепторах. Есть три группы рецепторов проприоцепции. Это, первое, рецепторы мышечных волокон, второе – это рецепторы растяжения сухожилий, и третье – это рецепторы суставов. Начнем с мышечных волокон. Но прежде чем перейти к волокнам, давайте вспомним вообще, как работает рефлекс, и немножечко вспомним, где там какие типы нейронов расположены в спинном мозге. Ребята, на нашем сайте большая база бесплатных тестов с актуальными вариантами ЕГЭ и заданиями по темам. Переходите по ссылке в описании и прокачивайте себя на максимальный балл. Самые успешные школьники уже там. Присоединяйтесь. Надеюсь, вы узнаете эту картинку. Это наиболее знакомая, я думаю, вам картинка с рефлексом. И обычно рассматривают рефлекс на примере такого тактильного рефлекса, на примере осязательного рефлекса. И на самом деле осязание по своей вот этой структуре, сенсорной системы и мышечной чувствительность, они похожи между собой, поэтому мы разберёмся сейчас, вспомним, что такое рефлекс на примере более вам знакомом, а потом уже перейдём к тому, как оно есть на самом деле в мышечной системе сенсорной. Итак, рефлекс. Мы получаем какой-то сигнал, да, укол иголкой, и этот сигнал воспринимается окончаниями нервных клеток, а точнее сенсорных нейронов или чувствительных нейронов, которые располагаются в узлах спинномозговых нервов. То есть они, сами эти нейроны, тела нейронов, не лежат в спинном мозге, а лежат рядом, вот с него, скажем так, и относятся к периферической нервной системе. Дальше импульс бежит-бежит и добегает до спинного мозга, и через задние корешки оказывается в задних рогах серого вещества и может переключаться на вставочный нейрон, если он есть, или идти дальше, сразу в передние рога серого вещества, где располагаются у нас мотонейроны, двигательные нейроны. И через передние корешки импульс дальше бежит у нас уже к рабочему органу, в данном случае это мышца. Ну, на самом деле, эта картинка, она довольно уместна в нашем видео, потому что здесь тоже, видите, фигурируют мышцы. Но мы с вами хорошо знаем, как работает мышца с точки зрения, когда на неё приходит импульс, да, она срабатывает, как рабочий орган. Но мало что знаем из школьной программы про то, как мышца чувствует. И вот как раз этот пробел мы с вами сегодня и восполним. Итак, у нас есть три типа нейронов. Чувствительный нейрон в узлах, вставочный нейрон, который находится в задних рогах, и мотонейрон, двигательный нейрон, который располагается в передних рогах серого вещества. Теперь, помнив всё это, переходим к следующей картинке. Как же выглядит чувствительный вот этот орган, да, можно сказать, что это настоящий орган чувств внутри мышц? Вот наша обычная мышца, которая состоит из мышечных волокон. Их называют экстрафузальные мышечные волокна. Мы с вами будем часто говорить, типа, обычные мышцы, обычные мышечные волокна. Потому что внутри, в толще этих обычных мышечных волокон, располагаются маленькие интрафузальные мышечные волокна. Это чувствительные мышечные волокна, которые так же, как и обычные, объединяются и покрываются сверху соединительно-тканной такой оболочкой. И вместе образуют мышечное веретено. Вот название этого слайда как раз соответствует вот этой структуре. Мышечное веретено. Вот запомните, мышечное веретено – это орган чувств в рамках мышечной сенсорной системы. Как он работает? Как работает мышечное веретено? Давайте смотреть. Итак, вот он уже, мы вспомнили про спинной мозг. И вот он здесь опять. Что мы здесь с вами видим? Мы с вами видим два мотонейрона в передних рогах. Смотрите. И есть такой большой, ну он здесь так изображен, да, большой жирненький альфа-мотонейрон. И поменьше нейрончик гамма-мотонейрон. Чем они отличаются? Давайте посмотрим, куда они тянут свои окончания. Альфа-мотонейрон тянет свои окончания к обычной мышце, к экстрафузальным мышечным волокнам. А гамма-мотонейрон тянет свои окончания к интрафузальным мышечным волокнам, то есть как раз-таки к мышечному веретену. Он заканчивает свои окончания по бокам вот этого мышечного веретена. А от середины этого мышечного вертена отходят отростки другого нейрона, чувствительного нейрона. Вот его тело, оно располагается вне пенового мозга, в специальном узле. И вот этот чувствительный нейрон, он ведет нервный импульс от этого мышечного вертена. Как видите, к обычным, к экстрафузальным волокнам подходит только мотонейрон. От него не отходят никакие чувствительные нейроны. Чувствительный нейрон свои отростки прикрепляет только к мышечному вертену. И, собственно, мышечное вертено передает информацию о растяжении вот этой основной мышцы. Когда мы решаем поддерживать какую-то позу, например, вот так вот держать руку, мы из головного мозга посылаем сигнал, вот он, сигнал из ЦНС, нашим мышцам. И этот сигнал приходит и на альфа-мотонейрон, и на гамма-мотонейрон. И, соответственно, приходит и на обычные мышечные волокна, и на волокна мышечного вертена. И они сокращаются с одинаковой степенью. То есть они сокращаются, например, на 10%. Но дальше, если на эту руку что-нибудь повоздействовало, или нас просто кто-то толкнул, что-то, в общем, неожиданно произошло, то сокращается дальше, меняется, точнее, сокращение только основное мышечное волокно, то есть наша основная мышца. А мышечное вертено сохраняет некое идеальное сокращение, вот то, которое мозг сказал сохранять. Вот эти 10% мышечное вертено держит. А наша мышца под внешним воздействием меняет степень своего сокращения. И вот эту разницу между сокращением, степенью сокращения основного мышечного волокна, обычного, и вот этого интерфузальных волокон этих, как раз-таки регистрирует мышечное вертено. По чувствительному нейрону импульс идёт, 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 идёт спиной мозг. И смотрите, куда он приходит. Он приходит только на альфа-мотонейрон. То есть гамма-мотонейрон сейчас не посылает никаких сигналов, поэтому мышечное вертено так и остаётся в своём идеальном сокращении. А альфа-мотонейрон посылает импульс основной мышцы о том, что нужно подкорректировать своё сокращение, потому что что-то мы отклонились от курса. Нам мышечное вертено посылает сигнал о том, что, эй, так, мы договаривались сокращаться на 10%, почему это ты вдруг сократился на 5%, что изменилось? Ну, неважно, что изменилось, давай-ка подтягивай сокращение до идеального. И поэтому, когда нам неожиданно, например, кто-нибудь резко вот так вот, не знаю, что-то положит на руку, да, на мгновение наша рука опускается, но потом быстро, быстро восстанавливает своё положение. Мы даже не думаем об этом. Просто вот сделали так, хоп. Это как раз срабатывает тот самый рефлекс, который мы с вами сейчас изучили. Теперь давайте на других примерах посмотрим то, как происходит это ещё раз, да, чтобы точно уже понять. Смотрите, вот у нас, допустим, коленный рефлекс, знаменитый коленный рефлекс, который в школе в том числе проходит. Что происходит? Там как раз бьют молоточком по сухожилию, которым присоединяется мышца к кости. И дальше из-за этого у нас мышца основная сокращается в спокойном состоянии. Там не приходило никаких импульсов, и, возможно, вот это мышечное веретено, оно даже вообще не было сокращено. А мышца в результате этого удара всё-таки на мгновение сокращается. И мышечное веретено это регистрирует, посылает сигнал в спиной мозг, и дальше этот сигнал переходит на альфа-мотонейрон, который шлёт сигнал мышцы, чтобы она сократилась. И из-за этого наша нога дёргается вперёд. Почему она дёргается вперёд, а не застывает, например, на месте? Что произошло бы, если бы у нас импульс пришёл не только вот на эту мышцу, но ещё и вот на эту? А это происходит потому, что вот этот сигнал, он одновременно активизирует мотонейрон, который запускает движение этой мышцы, и тормозит мотонейрон, который запускает движение вот этой мышцы. То есть вот эта мышца у нас будет расслаблена в этот момент. Вот эта мышца – это мышца-антагонист. То есть её мы тормозим, а эту мышцу активируем. Давайте вспомним, что такое мышцы-антагонисты. Это мышцы, которые, когда сокращаются, они направляют нашу конечность в разные стороны. То есть вот бицепс, он нужен, чтобы согнуть руку, а трицепс нужен, чтобы разогнуть руку. Вот он трицепс, вот бицепс. И это мышцы-антагонисты. И, соответственно, когда у нас происходит вот этот рефлекс с помощью мышечного веретена, то мышечное веретено пошлёт сигнал вот этой мышцы сократиться, а этой мышцы расслабиться. Ну вот, будет выглядеть вот таким образом, да, картинка. И наоборот, если, допустим, рефлекс требует сохранить руку в таком положении, тогда активизируется вот эта мышца-трицепс, а бицепс, наоборот, расслабится. Давайте на бытовом примере это рассмотрим. Смотрите, вы несли пакет или подставили пакет, чтобы вам продавец на рынке насыпал мандаринов. И в какой-то момент продавец насыпает мандарины, и в этот момент вы вообще не сосредотачиваетесь особо на процессе. Может, вы смотрите, какие овощи и фрукты вам ещё купить. Но ваши руки сами делают следующее действие. Они на мгновение опускаются вниз, а затем очень быстро восстанавливают своё положение. Это как раз происходит под воздействием мышечных рецепторов, под воздействием мышечных веретён, которые посылают сигналы в спинной мозг, и оттуда сигнал идёт в мотонейроны, которые восстанавливают тонус мышц до идеального, который был задан первоначально вашим мозгом. Здесь мы видим, что вот эти чувствительные нейроны посылают сигнал не только на мотонейроны мышц-антагонистов, но и если, допустим, в движении задействовано несколько мышц-синергистов, то им приходит этот сигнал, и тогда они вместе сокращаются. То есть мышцы-антагонисты будут расслабляться, а мышцы-синергисты, которые действуют в одном направлении, они будут вместе напрягаться. Но это если в движении задействовано сразу много мышц. В случае коленного рефлекса там только одна мышца задействована, причём как бы сильно врач не бил молотком, всё равно будет задействована только одна мышца, и вот этот вот импульс, он не будет распространяться повсюду. Ребята, спасибо, что смотрите это видео. Ещё 60 уроков есть в нашем полном курсе подготовки к ЕГЭ. Кроме видео, он содержит конспекты по всем темам школьной программы и более 3,5 тысяч заданий в домашке. Если для вас актуальна подготовка к экзамену, вы можете найти информацию о нашем курсе по ссылке в описании. Жду вас на занятии! Теперь переходим к следующей группе. Это мы поговорили про мышечные волокна, про рецепторы мышечных волокон. Теперь переходим к рецепторам растяжения сухожилий. Сухожилия – это такие соединительно-тканные образования, которые прикрепляют наши мышцы к костям. И здесь рецепторы нужны для того, чтобы отслеживать, опять же, растяжение и напряжение в мышцах, потому что если наша мышца будет слишком сильно растянута или слишком сильно напряжется, то может произойти разрыв сухожилия или отрыв сухожилия от костей. А это очень серьезная травма, очень желательно, она очень долго заживает и очень непросто. И наш организм настроен на то, чтобы всячески избежать этого. Для этого в сухожилиях есть специальные органы. Они так и называются органы сухожилий или сухожильный орган Гольджи. Это фактически окончания нервных клеток, которые располагаются среди связок сухожилия. И когда эти связки перерастянулись или оказывают слишком сильное давление на эти нервные окончания, сухожильный орган Гольджи посылает сигнал всё в тот же спиной мозг. И дальше из спинного мозга сигнал идёт на мотонейроны и приказывает мышце расслабиться. Он как будто говорит, вот этот сухожильный орган Гольджи, он говорит, так, мышца расслабься, ты слишком сильно перенапряглась, всё, не нужно висеть больше на этом турнике. Мне всё равно, что ты хотел подтянуться 50 раз. Сейчас оторвётся сухожилие или как-то повредится, поэтому мышца расслабляется, наши руки разжимаются, и мы падаем с турника. Как это происходит, если мы посмотрим в спиной мозг? Смотрите, вот здесь находится сухожильный орган Гольджи, и это, я повторюсь, окончание просто сенсорных нейронов. И вот по этим окончаниям у нас бежит импульс, попадая в спину мозг, и дальше переключается таким образом через вставочные нейроны, что у нас сигнал по альфа-мотонейрону заглушается, да, вот к этой мышце, то есть просто не идёт сюда сигнал, и поэтому мышца, она расслабляется. А сигнал начинает идти, он как бы переключается, он начинает идти к мышце-антагонисту. То есть если мы долго вот так вот качали бицепс, да, то всё, вот на определённом этапе у нас вот эта мышца, она вот хоть ты убей, не сокращается, она расслабилась, и наоборот напрягается мышца-антагонист, трицепс, и у нас рука как бы разгибается, всё, она не может согнуться, она вот в таком разогнутом состоянии. Потому что, значит, эта мышца перенапряглась, и всё, сухожильные органы Гольджи стоят на страже, они просигнализировали, что дальнейшее напряжение этой мышцы может привести к повреждению сухожилия или самой мышцы. Теперь переходим к рецепторам суставов. В суставах тоже есть свои рецепторы. Это самый знаменитый, пожалуй, сустав, да, коленный сустав. Вот он так весь покрыт связками, да, не путаем. Сухожилия – это у нас то, что крепит мышцу к кости, а связки – это то, что крепят обычно кости друг к другу. Особенно много связок у нас там, где суставы. Далее под связками, если мы заглянем, то мы увидим, что важная часть сустава – это так называемая суставная капсула, заполненная жидкостью, которая смягчает, как бы она убирает трение между костями. Это очень важно. И рецепторы суставов располагаются прямо в самой суставной капсуле. Например, это рецепторы типа телец Руфини. Тельца Руфини содержится у нас еще в коже. Мы про них подробно поговорим, когда будем говорить про осязание. Они реагируют на угол поворота сустава. Причем, когда наш сустав в спокойном состоянии, в таком естественном для нашего тела, то импульсация из этих окончаний нервных идет очень слабо. Но она идет, потому что нужно фиксировать, на какой угол сейчас повернуты наши суставы. Но если наши суставы начинают выгибаться или как-то сгибаться неестественно, то импульсация ускоряется, и мы чувствуем очень сильное возбуждение. В смысле, что наш мозг регистрирует, что где-то наш сустав перегнулся в неестественное положение, и нужно посылать сигнал в спиной мозг и дальше к мотонейронам, чтобы мышцы сокращались таким образом, чтобы конечность пришла в естественное положение снова. Это вот как раз за это отвечают рецепторы типа телец-руфини. Дальше. Рецепторы типа телец-почини располагаются в местах соединения связок с костью. И, собственно, они чувствуют давление тоже. А когда будет там возникать давление? Как раз-таки опять, когда происходит какой-то перегиб, тогда связки будут давить на кость и давить, соответственно, сжимать вот эти телца-почини. И, наконец, рецепторы типа как раз-таки сухожильных вот этих вот органов Гольджи содержатся в самих связках. И тоже они наибольшей своей активизацией достигают именно, когда наш сустав как-то неестественно изогнут. Теперь, когда мы поговорили с вами про периферическую часть мышечной сенсорной системы, переходим к проводящим путям. Смотрите, тут всё идёт у нас в основном от спинномозговых нервов, попадает в спинной мозг и дальше идёт в продолговатый мозг. И на этом этапе к вот этим вот сигналам ещё присоединяются сигналы от некоторых черепно-мозговых нервов, которые несут сигналы от нашей головы, от мышц головы, от голосовых связок. И дальше всё это идёт по стволу головного мозга, перемещается в таламус, куда стекаются все нервные пути от всех анализаторов. И из таламуса нервный импульс переключается и идёт в кору больших полушарий. И, как мы с вами вначале самым говорили, вот этот вот высший центр проприоцепции находится в передней части теменной доли коры больших полушарий. Зачем же нам нужна эта мышечная чувствительность? Она нужна, во-первых, для того, чтобы запускать рефлексы на уровне своего сегмента спинного мозга. Мы с вами такие рефлексы как раз рассмотрели на примере коленного рефлекса и на примере вот этого вот рефлекса, когда наша рука сгибается и разгибается. А что значит на уровне своего сегмента? Ну, давайте вспомним картинку из первого видео. Как раз-таки здесь мы видели, что вот эти спинномозговые нервы, они отходят от каждого сегмента спинного мозга и отвечают за свой этаж тела. Второе. Зачем нужна мышечная чувствительность? Это передача в другие сегменты спинного мозга для осуществления локомоции. Локомоция – это такие циркулирующие нервные импульсы, которые позволяют нам ходить. То есть это же вот такое повторяющееся действие, когда мы шевелим сразу четырьмя конечностями. На самом деле, хоть мы и ходим на двух ногах, руками мы тоже во время ходьбы шевелим. Причем, если вы заметите, то когда мы идем, мы шевелим попеременно. То одной рукой, то другой ногой. То есть вот так. Ноги у меня, к сожалению, под столом, я не могу их вам показать, но у меня сейчас шевелится одновременно левая рука и правая нога, или правая рука и левая нога. Если мы с вами побежим, то руки и ноги начнут шевелиться одновременно. Прямо как когда кошки, если они идут, у них лапки передние и задние попеременно переставляются. А если вот они побегут, то они будут переставляться одновременно правая, передняя и задняя, и одновременно левая, передняя и задняя. Это вот то, что касается локомоции. Дальше мышечная чувствительность нужна также для произвольных движений. Это происходит за счет передачи импульса через таламус в кору больших полушарий. Это вот все наши движения для того, чтобы что-то, в общем, делать. Вообще такое сложное, там, не знаю, написать письмо, в том числе, петь песню, потому что в этом участвуют наши мимические мышцы и также мышцы голосовых связок. Дальше. Четвертое — это передача импульсов напрямую в мозжечок. Тоже происходит, минуя. Даже таламус, да, сразу идет в мозжечок для реализации автоматизированных движений. Это, на самом деле, мы просто не представляем, сколько у нас автоматизированных движений, пока не произойдет, да, потеря вот этих вот автоматизированных движений по каким-то причинам. Например, дотянуться до предмета — это вполне себе автоматизированное движение. Мы не особо об этом задумываемся, да, когда, не знаю, там вот лезем за тарелкой в шкаф. Если, допустим, это у нас дома, то мы вообще не задумываясь это делаем, потому что это движение нам уже запомнилось настолько, что мы просто не должны об этом задумываться. И хорошо, это освобождает очень много нашей нервной энергии на другие процессы более важные, какие-то более адаптивные. Если вы понаблюдаете за каким-нибудь малышом в парке, да, особенно каким-нибудь малышом годовалого возраста, то вы увидите, с каким сосредоточением он делает многие движения, которые мы с вами делаем уже не задумываясь, да. То есть мы их довели до автоматизма с течением времени. Но, как я уже сказала, мы замечаем, сколько у нас автоматизированных движений, когда теряем эту способность к ним. И, собственно, это и произошло с героиней книги, которую мы всё ещё разыгрываем, если вы забыли. Кристи, вот эта бестелесная Кристи, она потеряла способность чувствовать свои мышцы, свои суставы и всё своё тело. Из-за чего это произошло? У неё произошло воспаление вот в чувствительных волокнах, но именно в чувствительных волокнах, которые ведут от вот этих вот рецепторов мышц, рецепторов сухожилий и связок. И, как сама описывает эта Кристи, она как будто потеряла телесное зрение. То есть она могла шевелить теми или иными частями своего тела, только глядя на них. Потому что, как мы с вами вначале говорили, чем мы чувствуем своё тело? Мы чувствуем не только проприоцепцией, но и с помощью зрительного анализатора, и с помощью вестибулярного анализатора. И вот ей пришлось дальше пользоваться только вот этими двумя — зрительным и вестибулярным, в основном зрительным. То есть для того, чтобы сделать что-то рукой, например, удержать вилку. Чтобы нам удержать вилку, нам надо достаточно, но не слишком сильно сжимать её, потому что если мы будем слишком сильно её сжимать, мы повредим пальцы, нам будет больно. Так вот, чтобы ей это сделать, ей приходилось очень много тренироваться и всё время смотреть на свою руку. Стало ей только отвлечь или закрыть глаза, она либо слишком сильно сжимала вилку, либо наоборот, она у неё падала, и как бы рука разжималась. Со временем ей удалось выработать новые автоматизированные движения на основе уже именно зрения. То есть она не чувствовала свои мышцы, то, как она это всё держит. Она могла это делать только глядя на свои руки, на свои ноги, когда идёт, когда сидит. То есть первое время она даже сидеть с закрытыми глазами не могла, её тело просто обваливалось, и она падала, потому что не чувствовала положения своих суставов, своих мышц. И как раз-таки о таких случаях, очень интересных, и эти случаи помогут вам закрепить ту информацию, которую вы получаете в наших видео, о таких случаях написана книга Оливером Саксом. И теперь я расскажу вам, как её получить. Для того, чтобы получить книгу, вам нужно подписаться на наш канал, написать комментарий под этим видео и, конечно, поставить лайк этому видео. Оно ведь вам понравилось, правда? И тогда через неделю ровно мы посмотрим комментарии и случайным образом, методом научного тыка, выберем победителя. Напишем вам ответным комментарием, что вы победили, и вам нужно будет связаться с нами. Мы это всё в ответном комментарии вам напишем. И пошлём вам вот эту книгу, которая присутствовала на записи этого видео, так что она особо ценная. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. До следующих видео. Желаю вам классных биологических открытий. Подписывайтесь на наш канал в любом случае. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok